Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный англический контент вам в помощь. Поскольку сегодня понедельник в 15.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар. Правильный понедельник. Тему разберем ту, которая приглянется вам, поэтому в нашем телеграмм канале мы запустим буквально после этого эфира голосование. Я предложу несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, будет центральной и основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, поскольку недели только начинается, я считаю, что уместно посмотреть на те отчеты, за которыми нам обязательно нужно будет последить на этой неделе. Напомню, что сейчас анализировать статистику крайне важно, потому что мы приближаемся к заседанию американского регулятора. Когда-то до него было очень много времени, сейчас остается фактически одна неделя. И заседание американского регулятора, я считаю, что станет судьбоносным для доллара, когда будет разделен период после и до того, что произойдется с американской валютой. Я надеюсь, вы помните мои рекомендации и мою позицию в отношении курса американского доллара. Я сторонник того, что доллар обязательно обновит локальные минимумы, потому что не вижу никаких либо причин, предпосылок для роста этого инструмента. Что касается повестки макроэкономических отчетов, экономического календаря на предстоящие дни. Сегодня 8.00 по GMT выйдет отчет по бизнес-оптимизму IFO в Германии. Будет неплохо посмотреть за это статистика, тем более, что нам нужно сейчас как можно больше позитивных сигналов, позитивных отчетов, хороших данных из еврозоны, потому что на этом фоне мы будем и дальше отстраивать нашу позицию у местности, как минимум, еще нескольких повышений процентной ставки в еврозоне. И это будет, соответственно, выступать попутным ветром для главного валютного риска. В среду, друзья, выйдут данные по заказам товара длительного пользования в США. Потом в четверг мы переключим наше внимание на годовые данные по ВВП и первичные заявки на пособия по безработице. И в пятницу нас ждут несколько отчетов по ВВП еврозоны и Германии, а также еще один блок макроэкономической статистики из США, в частности, личные доходы и личные расходы. И, по-моему, еще выйдет отчет по индексу расходов на личное потребление. Важный индикатор, потому что он отчасти поможет нам оценить еще и будущее инфляционное давление с учетом роста потребительской активности. Давайте по порядку. Индекс доллара 101.50. Волатильность оставляет желать лучшего. По сути, мы наблюдаем индекс доллара на одних и тех же уровнях уже не первую неделю. Но это доказывает то, что покупатели и продавцы пока не собираются активничать, потому что ждут развязки фундаментальных событий, которые произойдут после заседания американского регулятора. Поэтому я думаю, что до следующей недели мы так и будем наблюдать индекс доллара в пределах от текущего значения. Напомню, что почему я сторонник того, что индекс доллара будет находиться под давлением. Я считаю, что в текущих макроэкономических условиях, которые сложились в США, ставку, конечно же, лучше оставить на прежних уровнях. Причем доказывает и подтверждает мою позицию с точки зрения оценки этих экономических условий. Факт снижения инфляции. Напомню, что индекс потребительских цен снижается уже не первый месяц подряд. Фактически мы сейчас говорим о показателях, что по базовой инфляции, что по основному индексу потребительских цен минимальных больше, чем за полтора года. И это доказывает, что усилия американского регулятора по борьбе с инфляцией в виде повышения процента ставки уже работают. И в Федрезерву можно успокоиться и просто смотреть за тем, как развиваются события дальше. Не создавать дополнительные нагрузки на национальную экономику через более высокую стоимость заимствования. Да, ранее были предпосылки того, что рост цен на нефть может снова раскачать и разогнать инфляцию. Но за последние несколько дней, к сожалению, нефть провалилась практически на 10%. И это снижает вероятность того, что рост цен на углеводороды будет источником повышения цен на внутреннем рынке, соответственно, инфляции. Другие отчеты, если анализировать, это рынок труда, к нему тоже есть вопросы. На основании даже последнего отчета по нонфарму и последних релизов по первичным заявкам на пособие по безработице, по сути, каждую неделю мы получаем слабые-слабые цифры. В прошлой неделе не стало исключением. Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло до 245 тысяч. Стали внимательнее следить за ситуацией на рынке недвижимости, потому что это лакмусовая бумага отношения потребителей к текущей процентной ставке педрезерва, ну и, соответственно, процентным ставкам коммерческих банков. Рынок недвижимости тоже буксует, снижаются и продажи домов на вторичном рынке, закладки фундаментов, выданных разрешением на строительство. Это как предварительный индикатор будущего уже строительства. И везде, к сожалению, уже не первый месяц подряд слабые цифры, которые указывают на то, что сектор, в данном случае недвижимости, тоже испытывает серьезные трудности. Из представителей американского регулятора, которые давали интервью, стоит отметить пятничное выступление главы ФРБ Филадельфии Харкера, который подтвердил, что американский регулятор находится сейчас в одном шаге от того, чтобы завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. Ну, можно как угодно интерпретировать его комментарии, либо прям дословно, конкретно как есть, либо допускать какие-то дополнительные условия. Ну, даже если предположить, что один шаг означает, что американский регулятор еще раз повысит процентную ставку на 25 байсных пунктов. Ранее я на одном из последних брифингов уже говорил, что это решение практически уже полностью заложено в ценах. И даже те, кто считает, что ставку поднимут еще раз, уверены в том, что это будет последнее повышение процентной ставки, после чего ФРС займет выжидательную позицию. Я уже закладываю в идею продажи курса американского доллара вот эту самую выжидательную позицию. Поэтому считаю, что без какого-либо значительного всплеска волатильности индекс доллара в ближайшие две недели все же нащупает основания для развития медвежьей динамики, которую очень хочется увидеть, особенно с условием приближения индекса доллара к поддержке 100 пунктов ровно. По золоту, друзья, 1980 долларов за тройскую унцию пока что все без изменений. Если дана установка на снижение курса доллара, я визуализирую опять же отработку этой идеи, стараюсь аргументировать вам. Надеюсь, что среди вас тоже есть сторонники покупки рынка драгоценных металлов. Причем золото и серебро не имеют значения, они двигаются в одном направлении. Потенциал роста золота сохраняется, и я все еще уверен, что золото может обновить не просто локальные максимумы, но и протестировать даже исторические максимумы. Европейская валюта против доллара. Рядом с сопротивлением 1,10 топчет уже не первую торговую сессию. Первый триггер, конечно же, движений для европейской валюты серьезных – это заседание американского регулятора, а потом уже будет заседание Европейского центрального банка. Из важных событий прошлой недели стоит отметить протоколы последнего заседания Европейского центрального банка, где голосующие члены подтвердили идею поддержать позицию главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна о целесообразности повышения ставки на 50 байсных пунктов. Лагард это тоже прокомментировал, отметив, что предтекущая базовая инфляция, которая, кстати говоря, на основании цифр на прошлой неделе в марте выросла до 5,7%. Уместно также повышать ставку. Причем, мне кажется, если прям разложить как дорожную карту комментарии Лагард относительно того, как ставка будет меняться до конца этого года, я думаю, что ЕЦБ будет повышать ставку на каждом заседании, которое нас еще ожидают до конца 2023 года. Поэтому при таком настрое, при такой позиции Европейского центрального банка, при более-менее неплохих макроэкономических условиях в виде статистики, евро будет, на мой взгляд, по-прежнему оставаться куда более привлекательным инструментом для покупок, чем тот же самый доллар. Поэтому я прямо настаиваю, чтобы пара евро-доллар прорвалась выше отметки 1.10 к целям 1.11 и 1.12. По британской валюте похожая картина 1.2433 текущей котировки. Ждем еще одно повышение процентной ставки, потому что этому располагает высокая инфляция. Данные об этом также были опубликованы недели ранее. Мы увидели, как индекс потребительских цен остался на двузначных уровнях. Продолжают расти зарплаты, что выступает еще одним триггером роста инфляции. И даже несмотря на то, что Банк Англии ранее ясно давал нам понять, что довольно с дальнейшим ужесточением монетарной политики, сейчас настроения меняются. Банк Англии все-таки будет вынужден адаптироваться, подстраиваться по то, что происходит, и бороться с инфляцией, потому что с двузначными цифрами бороться обязательно нужно. Цели по паре фунт-доллара – это движение выше уровня 1.25. Доллар-канадец все так же. Друзья, цель 1.33 – укрепление курса канадского доллара, потому что здесь, опять же, я рассчитываю на то, что рынок нефти развернется, оттолкнувшись от поддержки 80 долларов за баррель. И развитие также идеи нисходящей динамики по паре доллар-канадец должно способствовать и потенциальное снижение курса американского доллара. Пятничные данные по уроничным продажам Канады оказались лучше, чем ожидали эксперты. Прогнозы предполагали, что розница снизилась на 0,6%, фактическая цифра, и снижение на 0,2%. Все же основная статистика пока не разочаровывает. Главное, чтобы сейчас развернулись цены на нефть, и тогда мы, по сути, будем наблюдать ту же самую динамику, что и неделю назад, до тех пор, пока котировки вот так вот не подвели покупателей, котировки нефти. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!